В нынешней не самой простой ситуации на международной арене сопряжение интеллектуальных усилий, деполитизированной, действительно экспертной поиск оптимальных путей преодоления насущных проблем человечества заслуживает искреннего уважения и поддержки. В МИДе мы отмечаем нацеленность примокровских чтений на рассмотрении комплекса актуальных вопросов современности с опорой на опыт наших великих предшественников, в том числе, конечно же, с использованием многогранного творческого наследия Евгения Максимовича Примакова. Выдающийся государственный и общественный деятель современности, дипломат, ученый, мыслитель, Евгений Максимович не только внес значительный вклад в выработку ключевых, прошедших проверку временем, положений внешнеполитической доктрины современной России, он всемерно способствовал комплексному осмыслению разворачивающихся в постбиполярном мире сложных процессов, которые, как показала жизнь, не вписываются в упрощенную логику конца истории. Россия честно выполнила свою часть домашнего задания по ликвидации наследия Холодной войны, много сделав для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике, да и в мире в целом. В числе наиболее крупных шагов отмечу нашу без преувеличения решающую роль в деле обеднения Германии, вывод войск из государств Центральной и Восточной Европы и стран Балтии. Все это время мы играли с открытыми картами, действовали без скрытых мыслей и двойных повесток. Не лишне напомнить, что во многом благодаря нашей политике за последние четверть века европейцы смогли сэкономить колоссальные средства, сократив расходы на оборону и направляя их на социально-экономическое развитие своих государств, на повышение благосостояния граждан. К сожалению, мир не стал ни более стабильным, ни более предсказуемым. Мы неоднократно говорили о причинах деградации международной обстановки, о нежизнеспособности концепции однополярности, о контрпродуктивности односторонних действий, об опасности подрыва международного права и связанного с этим роста силового фактора в мировых делах. Сегодня очевидно, что уходящая корнями в начало 90-х годов прошлого века либеральная модель глобализации, прежде всего ее экономическая составляющая, ориентированная на обеспечение лидерства и процветания узкой группы государств за счет остального мира, себя исчерпала. Продемонстрировала неустойчивость к различным вызовам, неспособность эффективно справляться с многочисленными проблемами, хотя внешние лозунги, казалось бы, благородные. Дополнительные возможности, открывшиеся перед человечеством в связи с переходом на новый промышленный и технологический уклад, не привели к сокращению разрыва в уровне развития между богатыми и бедными странами. За последние десятилетия он увеличился. Сохраняется волатильность мировой экономики в мировых финансах, серьезными рисками чреваты изменения климата. Бедность, социальная незащищенность, обостряющаяся конкуренция практически по всем азимутам способствует росту изоляционизма, протекционизма, национализма, экстремизма, неконтролируемой миграции. Оборотной стороной западноцентричной модели глобализации и настойчивого стремления измерять других по шкале своих псевдолиберальных ценностей, внедрять извне преобразование без учета местной специфики, а то и применять силу для смены неугодных режимов, стал всплеск международного терроризма. В свою очередь, непрекращающиеся кровавые теракты в различных регионах мира, поразившие Европу миграционный кризис, говорят об иллюзорности попыток построить отдельные островки безопасности, отсидеться в тихой гавани или решать свои собственные проблемы без опоры на широкое многостороннее сотрудничество. Особую тревогу вызывает масштабный рост киберпреступности, участившиеся использование информационных и коммуникационных технологий в целях оказания воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку, в целях манипулирования общественным сознанием ради достижения и решения узкокорыстных задач. Не менее опасна пропаганда в киберпространстве идеи экстремизма, вербовка граждан в ряды международных террористических организаций. Россия на протяжении многих лет последовательно добивается принятия под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в киберпространстве. Ожидаем реакции на наши предложения. Очевидно, что в обозримой перспективе мир продолжит сталкиваться с целым рядом проблем долгосрочного поистине общецивилизационного характера. Президент Путин, выступая недавно на заседании Петербургского международного экономического форума, подчеркнул, что мы не должны, не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры. Востребованы мудрые, взвешенные подходы, подразумевающие отказ от ставки на единоличное и глобальное доминирование от порочной практики двойных стандартов. Сегодня все мы участники объективного процесса формирования полицентричного мироустройства, о котором много говорил и писал Евгений Примаков. Его талант ученого, подлинно системный подход позволили вычленить главное, четко уловить смысл тектонических подвижек на международной арене. Вряд ли кто-то может оспаривать, что это естественные тенденции, связанные с перераспределением глобального баланса сил, с усилением фактора культурно-цивилизационной идентичности в современном мире. И в наших общих интересах не сдерживать этот процесс, а обеспечивать его устойчивость и предсказуемость. Сделать так, чтобы обновленный, очищенный на основе принципов Устава ООН миропорядок был справедливым и демократическим. А глобализация играла объединительную роль, учитывая интересы всех без исключения участников международного общения и способствуя обеспечению стабильного и безопасного будущего всего человечества. Появление новых, уверенных в своих возможностях центров экономической мощи и связанного с этим политического влияния подразумевает новый, более высокий уровень взаимного доверия, что невозможно без соблюдения таких основополагающих принципов международной жизни, как суверенитет, невмешательство во внутренние дела государств, разрешение споров мирными средствами. Необходимо договориться о единообразном толковании принципов и норм международного права. Трудно переоценить в этой связи значение объединенных наций, обладающих универсальной легитимностью. Практика последнего времени показала, что солидарные действия, подкрепленные авторитетом ООН в форме соответствующих резолюций и ее Совета безопасности, способны привести к значительному прогрессу в решении самых сложных и запутанных проблем. Попытки же приспособить к реалиям 21 века институты эпохи биполярного противостояния обречены на провал. В частности, Североатлантический альянс до сих пор остается в логике холодной войны, пытаясь найти оправдание собственному существованию. При этом НАТО оказалось не в состоянии дать адекватный ответ на рост главной угрозы современности террористической. И одновременно своими действиями серьезно раскачало и продолжает раскачивать структуру безопасности в Европе. Это, безусловно, противоречит чаяниям народов европейского континента. Международные отношения сегодня подошли к крайне важной развилке. От того, по какому пути мы пойдем, зависит картина мира через 15, 20 и более лет. Либо продолжатся потери времени, пустая трата ресурсов и средств, что чревато новой гонкой вооружений и дальнейшим расширением пространства нестабильности, хаоса, неуправляемости. Либо ведущим центрам цивилизации удастся договориться объединить усилия на основе широкого международного партнерства при центральной координирующей роли ООН. Россия однозначно за второй вариант. Мы неизменно открыты к совместной работе со всеми, кто проявляет встречную готовность в целях эффективного решения ключевых вопросов мирового развития. И этот наш подход в пользу коллективных, многосторонних усилий по укреплению безопасности, налаживанию широкого равноправного взаимовыгодного сотрудничества разделяется большинством членов мирового сообщества. Мы будем и впредь действовать именно в таком ключе, продвигать мирную, позитивную, устремленную в будущее повестку дня в международных делах, выступать в качестве уравновешивающего фактора гаранта глобальной стабильности. Продолжим наращивать взаимодействие с партнерами в таких объединениях нового типа, как Группа 20, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, другие объединения на пространстве Содружества независимых государств, где нет ведущих и ведомых, где решения принимаются на основе выверенного консенсуса с учетом интересов всех без исключения участников. Особое значение в сегодняшнем мире придается отношение между Россией и Соединенными Штатами, от которых зависит решение множества международных проблем от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов. Мы видим, с какой озабоченностью большинство стран мира воспринимают нынешнее ненормальное состояние этих отношений, которые стали заложником внутриполитической борьбы в США. Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге, о которой было объявлено, внесет ясность вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия. Лично я искренне надеюсь, что возобладает прагматизм, нацеленность на обеспечение национальных интересов реалистичными, наиболее эффективными методами. Именно такой подход всегда отличал патриарха американской внешней политики, большого друга Евгения Максимовича Примакова, Генри Киссингера, которые сегодня вместе с нами участвуют в этих очень важных чтениях. Уважаемые коллеги, научно-экспертное сообщество призвано играть энергичную роль в деле всестороннего комплексного анализа международной ситуации. Напомню, что Евгений Максимович придавал большое значение такой работе. По его инициативе были созданы отделения глобальных проблем и международных отношений Российской Академии наук и Центр ситуационного анализа РАН. Рассчитываю, что высокий потенциал примаковских чтений будет и далее в полной мере востребован в интересах объективного оснасления многочисленных проблем современности, нахождении возможностей для их долгосрочного урегулирования, оздоровления обстановки в мире в целом. Продолжение следует...